Уважаемые ординаторы, наша вводная лекция будет посвящена порядку организации анестезиолога реанимационной помощи и нормативным документам, которые регламентируют как обучение, так и работу анестезиолога реанимационной службы. Начнем с истории. Начало анестезиологии как прикладной науки было положено 16 октября 1846 года, когда Уильям Томас Гринмортон публично продемонстрировал наркотическое воздействие диетилового эфира в аудитории Бостонского Массачусетского госпиталя. Операцию производил главный врач госпиталя доктор Джон Уоррен, который пригласил Мортона дать наркоз своему пациенту, молодому мужчине. Ему предстояла операция по удалению крупной врожденной сосудистой опухоли на горле. Тяжелая операция прошла удачно благодаря общей анестезии пациента. Пациент совершенно не чувствовал боли. Закончив операцию, Джон Уоррен обратился к многочисленной аудитории со словами «Господа, это не обман». Так имя Уоррена и Мортона вошло в историю открытия инглиционного наркоза. На кладбище в Бостоне, где похоронено тело Мортона, написано «Здесь похоронен уимлием Томас Грин Мортон, изобретатель метода обезболивания. До него испокон веков всякая операция была мучением, а он устранил страдания оперируемых, и с этого времени наука победила боль». Спустя полгода, феврале 1847 года, в Риге, Федор Иванович Наземцин провел успешную операцию с применением эфирного наркоза. И спустя всего лишь две недели после пионерской рижской операции эфирный наркоз был применен всемирно известным Николаем Ивановичем Пироговым, который хорошо освоил этот способ инглиционной анестезии, выполнен в 1847 году за 9 месяцев более 50 операций. Пирогов Николай Иванович применял инглиционную методику обезболивания во время Крымской войны и войны на Кавказе. Он начал оперировать раненых с эфирным обезболиванием в полевых условиях и провел таким образом около 10 тысяч операций. Владимир Александрович Неговский. Его имя твердо, уверенно запечатано в истории нашей науки анестезиологии и реаниматологии. Это крупнейший пафтофизиолог, создатель реаниматологии и родоначальник школы отечественных реаниматологов, создатель первого в мире научно-исследовательского института общей реаниматологии, первокрыватель новой нозологической единицы постреанимационной болезни, доктор медицинских наук, профессор и академик Медицинской академии наук СССР. Зарождение анестезиолога и реанимационной службы в СССР началось в 1966 году, когда 14 апреля Министерство здравоохранения СССР опубликовало и сдало первый приказ о мерах по дальнейшему развитию анестезиологии и реаниматологии в СССР. В течение двух лет было указано в этом приказе нужно организовать во всех больницах, осуществляющих круглосуточную экстренную хирургическую, травматологическую и другие виды неотложной помощи, в том числе родовспоможение, круглосуточные дежурства врачей-анестезиологов. И именно с этого приказа началась крупная операция по созданию наших анестезиолого-реанимационных структурных подразделений в различных больницах нашей большой и огромной страны. Кто есть кто в медицине? Чтобы вы, вновь пришедшие специалисты будущие, понимали, какую основную задачу перед вами анестезиологами и реаниматологами рисует Министерство здравоохранения. Анестезиология и реаниматология занимаются протезированием или замещением восстановимой недостаточности органной функции и не несет на себе функции паллиативной помощи. Это очень важно. 27 августа 2018 года был утвержден первый и пока что единственный профессиональный стандарт врач-анестезиолог-реаниматолог. Что гласит этот приказ? Выделяют две основные группы трудовых функций врача-анестезиолога-реаниматолога. Первая функция – это оказание скорой специализированной медицинской помощи по профилю анестезиологии и реаниматологии вне медицинской организации в составе бригад скорой медицинской помощи реанимационного профиля. И оказание специализированной медицинской помощи по профилю анестезиологии и реаниматологии в стационарных условиях и в условиях дневного стационара. Трудовые функции, которыми должен владеть анестезиолог-реаниматолог и применять их вне стационара. Что это за функция? Проведение обследования пациентов в целях выявления заболеваний и или состояний, требующих оказание скорой специализированной медицинской помощи по профилю анестезиологии и реаниматологии вне медицинской организации, то есть на месте вызова, на месте происшествия. Назначение лечения при заболеваниях и или состояниях, требующих оказание скорой специализированной медицинской помощи по профилю анестезиологии и реаниматологии вне медицинской организации, контроль его эффективности и безопасности, и введение медицинской документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала, организация деятельности среднего и младшего медицинского персонала. Это тоже функция врача, анестезиолога и реаниматолога. Трудовые функции, которыми должен обладать анестезиолог и реаниматолог при оказании специализированной медицинской помощи в лечебном учреждении, проведение обследования пациента с целью определения операционно-анестезиологического риска, установление диагноза органной недостаточности, назначение анестезиологического пособия пациенту, контроль его эффективности и безопасности, искусственное замещение, поддержание и восстановление временно и обратимо нарушенных функций организма при состояниях, угрожающих жизни пациента. Профилактика развития осложнений анестезиологического пособия, искусственного замещения, поддержания и восстановления временно и обратимо нарушенных функций организма при состояниях, угрожающих жизни пациента. Назначение мероприятий медицинской реабилитации и контроль их эффективности. Проведение медицинских экспертиз при оказании медицинской помощи по профилю анестезиологии и реаниматологии, а также проведение анализа медико-статистической информации, введение медицинской документации, организации деятельности, находящегося в распоряжении медицинского персонала. Какие требования к образованию и обучению врачей-анестезиологов и реаниматологов предъявляет профессиональный стандарт? Образование должно быть высшее, специалитет по лечебному делу или педиатрии и освоение программы интернатуры или ординатуры по специальности анестезиология и реаниматология. Нужно отметить, что интернатура сейчас по нашей специальности упразднена и отношения к современному образованию не имеет. Возможно также обучение в интернатуре и ординатуре по специальности неонатология или нефрология и прохождение программы профессиональной переподготовки по специальности анестезиология и реаниматология. Вот это возможно. Чтобы допустили к работе вас врача, анестезиолога, реаниматолога, вы должны иметь сертификат специалиста, анестезиолога, реаниматолога, который вручается после окончания ординатуры, а именно очень важная формулировка «вручался». Для вас уже второй пункт более актуален. Вместо сертификата специалиста вы получите свидетельство об аккредитации. Также необходимо иметь допуск к работе в должности врача, анестезиолога, реаниматолога в составе специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи, в том числе и педиатрической, и в составе авиамедицинской выездной бригады скорой медицинской помощи. Не реже одного раз в год необходимо проходить предварительные медицинские осмотры и отсутствие должно быть ограничений на занятия профессиональной деятельности, установленных законодательством Российской Федерации. Вот так выглядит образец свидетельства об аккредитации специалиста. И с 1 января 2021 года выдача сертификата специалиста по завершении освоения программы повышения квалификации специальности будет приостановлена. Свидетельство специалиста заменит свидетельство об аккредитации специалиста. С целью профессионального роста и просвоения квалификационных категорий второй, первой и высшей, что предлагает нам профессиональный стандарт. Это программы дополнительного профессионального образования, программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, формирование профессиональных навыков через наставничество, что очень актуально для молодых специалистов, стажировка в других лечебных учреждениях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, использование современных дистанционных образовательных технологий, различных вебинаров и материалов образовательных порталов, тренинги в симуляционных центрах, короткие курсы по 36-72 часа и так далее, участие в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-классах и других образовательных мероприятиях нашего научного сообщества анестезиологов-приниматологов. Очень важно соблюдать врачебную тайну, клятву врача Российской Федерации, принципы врачебной этики, дентологии в работе с пациентами и коллегами. Это ведет к профессиональному росту, соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере охраны здоровья граждан, регулирующих деятельность медицинских организаций и медицинских работников, программу государственной гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, то есть действовать в своей профессии согласно нормативным документам, которые изнаны, утверждены нашим Министерством здравоохранения и имеют юридическую силу по сей день. Быть юридически грамотным – это очень важно. Хотелось бы сказать, что наша специальность анестезиологии и реаниматологии не делится на взрослую идею детскую. Мы получаем единое свидетельство об аккредитации специалиста, и это значит, что мы можем оказывать помощь по профилю анестезиологии и реаниматологии как взрослым, так и детям. В подтверждение своих тем, идей, пару примеров приведу. Есть приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 23 июля 2010 года об утверждении единого квалификационного справочника должностей, работников в сфере здравоохранения. Так вот, в должностных обязанностях нашей специальности написано о том, что анестезиолог и реаниматолог должен проводить любой вид обезболивания как у взрослых, так и у детей, осуществлять непрерывный контроль за состоянием больного во время анестезии как у взрослых, так и у детей, владеть принципами лечения неотложных состояний как у взрослых, так и у детей. Это все прописано на законодательном уровне. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования, программа подготовки кадров высшей квалификации в артонатуре по специальности анестезиология и реаниматология говорит, что объектами профессиональной деятельности выпускников, которые освоили программу артонатуры, являются физические лица пациента во всех возрастных категориях от 0 до 15, от 15 до 18 лет и в возрасте старше 18 лет. То есть это все возрастные категории населения Российской Федерации соответственно. Второй очень спорный момент является ли анестезиолог-реаниматологом, лечащим врачом своему пациенту в момент госпитализации и лечения пациента в условиях реанимационного отделения палатно-интенсивной терапии. И да, и нет. Что законодательная база нам диктует? Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации сформулировал, что лечащим врачом можно называть врача, на которого возложены функции по организации и непосредственно наказанию пациенту медицинской помощи в период наблюдения за ним и лечения. То есть согласно этому определению мы можем сделать вывод о том, что реаниматолог действительно является лечащим врачом своему пациенту. Именно на него возложены функции по диагностике состояния пациента, по динамическому наблюдению за состоянием пациента, а также по лечебным мероприятиям. Однако же, если старый приказ от 2011 года, утверждавший порядок оказания анестезиолога реанимационной помощи взрослому населению, который сейчас утратил силу и на смену ему пришел 919 приказ, говорил о том, что в действительности реаниматолог является лечащим доктором своему пациенту и на заведующего отделения, а в его отсутствие на исполняющего обязанности заведующего отделения или на дежурных реаниматологов возложены функции по определению показаний госпитализации пациента в реанимационное отделение, по лечению, диагностике лабораторно-инструментальной тех или иных нозологий у конкретных пациентов реанимационного профиля. И возложена обязанность решать вопрос о переводе пациента в отделение по профилю в связи со стабилизацией его состояния. Пункты 21, 23 и 25 в старом приказе, в новом приказе их нет, что вызвало еще больше вопросов и еще большую путаницу в этой области. Главный внештатный анестезиолог, реаниматолог Минздрава Российской Федерации Молчанов говорит о том, что юридический подход к этой проблеме таков. Если анестезиолога-реаниматолога приглашают в хирургическое отделение, он там является консультантом. А если хирург пригласили на консультацию в анестезиолога-реанимационное отделение, значит консультантом является именно хирург. Он определяет только тактику лечения нозологии, а отвечает уже непосредственно за исполнение полученных рекомендаций и принимает окончательное решение только лечащий врач. Ответственность за выполнение решения консилиума также лежит на лечащем враче. Но проблема назначения непосредственно лечащего врача-пациенту в реанимации связана с отсутствием дневных врачей, ставок дневных врачей в подавляющем большинстве лечебных учреждений. Реаниматологи во многих лечебных учреждениях работают посуточно. И качество лечения от этого, конечно же, страдает. Вот этот приказ нового Министерства здравоохранения Российской Федерации за номером 919-Н. Он был датирован 15 ноября 2012 года, претерпел изменения в конце 2018 года. Он зарегистрирован в Минюсте, имеет по настоящий день юридическую силу и он утверждает порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю анестезиологии и реаниматологии. Что нового в этом приказе? Медицинская помощь по профилю анестезиологии и реаниматологии оказывается на основе стандартов медицинской помощи и с учетом клинических рекомендаций, протоколов лечения. То есть в настоящее время на большое количество нозологий созданы свои стандарты оказания медицинской помощи в плане диагностики и лечения. Это тот минимум, который мы должны обязательно выполнить как лечащие доктора. Стандарт оказания медицинской помощи и клинические рекомендации не противоречат друг другу. Я бы даже сказала, что клинические рекомендации дополняют, дают более полный, более развернутый вопрос о тактике врача в конкретном случае, нежели стандарт оказания медицинской помощи. Это то, на что мы ориентируемся ежедневно в своей работе. В федеральном законе об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации в статье 37 пункт 15 написано, что на значении применения лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, которые не входят в соответствующие стандарты медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний и по решению врачебной комиссии. Это же касается и терапии офф-лэйбл. Ее никто не отменял, особенно в педиатрической практике она имеет место быть. То есть это терапия вне инструкции по применению лекарственных препаратов. Значит, запоминаем, что в стандарте оказания медицинской помощи собран самый минимум то, что вы должны оптимально сделать и назначить пациенту в определенные сроки для того, чтобы не нарушить установленные нормативы диагностики и лечения на зоологии. Но плюс вы можете назначать по решению врачебной комиссии какие-то лекарственные препараты, которые, как вам кажется, оказывают положительное влияние на течение и исход заболевания. По трем основным формам оказывается медицинская помощь в виде экстренной медицинской помощи, неотложной медицинской помощи и плановой медицинской помощи в подразделениях анестезиологии и реанимации. Причем плановая медицинская помощь оказывается именно при проведении диагностических и лечебных мероприятий при заболеваниях и состояниях, которые не сопровождаются угрозой жизни, не требуют экстренной и неотложной помощи. Отсрочка, оказание которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния, угрозу жизни и здоровья пациента. То есть, в основном, это плановая анестезиологическая помощь. Реанимационная помощь, как правило, оказывается в экстренной и неотложной форме. Основные цели медицинской помощи по профилю анестезиологии и реаниматологии. Профилактика и лечение болей и болезненных ощущений у пациентов. Выбор вида обезболивания в соответствии с соматическим статусом пациента, характерные объемы вмешательства и его неотложностью. Поддержание и или искусственное замещение обратимо нарушенных функций жизненно важных органов и систем при состояниях угрожающих жизни пациента. Проведение лечебных и диагностических мероприятий пациентам во время анестезии и реанимации интенсивной терапии. Лабораторный функциональный мониторинг за адекватность анестезии и реинтенсивной терапии. Наблюдение за состоянием пациентов и как в пред, так и в посленаркозном периоде. И определение продолжительности посленаркозного периода. Лечение заболеваний, вызвавшего развитие критического состояния. А также отбор пациентов, подлежащих лечению в подразделении, оказывающем анестезиолога реанимационную помощь. То есть вы выставляете показания к госпитализации. И перевод пациентов в отделение по профилю заболевания или впал от интенсивного наблюдения после стабилизации функции жизненно важных органов по согласованию с специалистами профильного отделения. Виды оказания медицинской помощи по профилю анестезиологии и реаниматологии, первичная медико-санитарная помощь, скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь и палеотивная медицинская помощь. В редакции последней приказа что это значит? Это не значит, что палеотивная медицинская помощь осуществляется в структурно-функциональных отделениях анестезиологии и реанимации. Это значит, что врач-анестезиолог и реаниматолог имеет право с свидетельством об аккредитации специалиста осуществлять палеоактивную медицинскую помощь в специально созданных подразделениях, предназначенных именно для палеоактивной медицинской помощи. Условия оказания медицинской помощи по профилю анестезиологии и реаниматологии вне медицинской организации, амбулаторно, на уровне дневного стационара и круглосуточного стационара, соответственно, вне медицинской организации осуществляют медицинскую помощь по профилю анестезиологии и реаниматологии специалисты, работающие в бригадах скорой медицинской помощи, профилированную под реанимационную службу, амбулаторно, косметологические клиники, дневной стационар, косметологические процедуры, малогинекологические процедуры, диагностические мероприятия, ректороманоскопия, фиброгастродуаденоскопия, иригоскопия. Вот эти диагностические мероприятия очень часто требуют нашей помощи. Ну и в условиях круглосуточного стационара это подавляющая доля в условиях оказания медицинской помощи по нашему профилю. Прекласс регламентирует число коек для реанимации интенсивной терапии при оказании медицинской помощи по профилю анестезиологии и реаниматологии медицинской организации. Не менее 3% общего коечного фонда в медицинских организациях, имеющих коечных фонд, от 200 до 400 коек. Не менее 5% общего коечного фонда в медицинских организациях, имеющих коечный фонд, более 400 коек. И не менее 6 коек из общего коечного фонда в медицинских организациях, имеющих коечный фонд, менее 200 коек. Минимальное количество коек в отделении реанимации интенсивной терапии – это 6, потому что это именно такая норма коек на одного постового реаниматолога приходится. Про первичную медико-санитарную помощь не хотелось бы тратить много времени на рассказ, потому что информация менее актуальна. Остановимся на первичной специализированной медико-санитарной помощи, на специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. Ее могут оказывать в медицинских организациях или в структурных подразделениях, которые имеют врачей-анестезиологов-реаниматологов и медицинских сестер-анестезистов. И в новой редакции приказа – палата реанимации интенсивной терапии стационарного отделения скорой медицинской помощи. Цель специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи по профилактике и реаниматологии – это мероприятие по профилактике боли, при болезненных лечебных и диагностических вмешательствах, лечении боли, восстановлении, замещении и поддержании жизненно важных функций организма в состояниях, угрожающих жизни пациента и требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий. Скорая, в том числе и скорая специализированная медицинская помощь по профилю анестезиологии и реаниматологии оказывается как фильтровскими выездными бригадами скорой медицинской помощи, так и врачебными выездными бригадами скорой медицинской помощи, а также специализированными выездными бригадами скорой медицинской помощи, анестезиологии и реанимации. Какие специализированные? Например, под сосудистые патологии, инфаркты, инсульты. Организация порядка оказания скорой, в том числе и скорой специализированной медицинской помощи, утверждена приказом номер 388Н от 20 июня 2013 года. Цель скорой и скорой специализированной медицинской помощи – проведение первичной сердечно-легочной реанимации, проведение анестезии и медицинской эвакуации, санитарная, санитарно-авиационная пациента в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь по профилю анестезиологии и реаниматологии с поддержанием основных жизненно важных функций. Это в новой редакции приказа. Последняя цель. Работа в паллиативной медицинской помощи, порядок ее оказания рекламентируется приказом номер 187Н от 14 апреля 2015 года об утверждении порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению. Законодательные базы, сразу оговорюсь о паллиативной медицинской помощи детям, пока что не созданы. Паллиативная медицинская помощь может оказываться как амбулаторной, так и стационарной. Врачи нашей специальности оказывают ее именно в стационарных условиях. Основной целью паллиативной медицинской помощи является эффективное и своевременное избавление от боли, облегчение других тяжелых проявлений заболевания в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных лиц до момента их смерти. Наконец-таки мы начали двигаться в правильном направлении и обратили свой взор на страдания умирающих. Стационарно паллиативная медицинская помощь оказывается в отделениях паллиативной медицинской помощи, отделениях сестринского ухода, медицинских организаций, а также хосписах и домах, больницах сестринского ухода. Каким пациентам показана паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях? Это пациенты с различными формами инкурабельных злокачественных новообразований. Пациенты с органной недостаточностью в стадии декомпенсации при невозможности дожить, достичь ремиссии заболевания или стабилизации состояния пациента. Пациенты с хроническими прогрессирующими заболеваниями терапевтического профиля в терминальной стадии развития. Пациенты с тяжелыми необратимыми последствиями нарушения мозгового кровообращения, нуждающиеся в симптоматическом лечении и в обеспечении ухода при оказании медицинской помощи. Пациенты с тяжелыми необратимыми последствиями травм, нуждающиеся в симптоматической терапии и в обеспечении ухода при оказании медицинской помощи. Пациенты с дегенеративными заболеваниями нервной системы на поздних стадиях развития заболевания. И пациенты с различными формами деменции, в том числе и с болезнью Альцгеймера в терминальной стадии заболевания. Для повышения эффективности системы управления процессом оказания медицинской помощи взрослому населению в экстерной форме, путем информативного взаимодействия, в том числе и организации проведения консультаций и участия в консильниках врачей с применением телемедицинских технологий, при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой в субъекте Российской Федерации, создается дистанционный консультативный центр анестезиологии и ренематологии. Приказ об его утверждении датирован в 2017 году. Дистанционный консультативный центр анестезиологии и ренематологии для взрослых пациентов находится на базе областной клинической больницы, для пациентов детского возраста на базе областной детской клинической больницы. Заведующий анестезиолога реанимационных подразделений для взрослых медицинских организаций в субъекте Российской Федерации, участвующих в реализации территориальной программы государственной гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи или уполномоченное им лицо направляет в дистанционный консультативный центр анестезиологии и ренематологии запросы на проведение консультации или участие в консилиуме врачей с применением телемедицинских технологий. Ежедневно направляют в Дезиннационный консультативный центр анестезиологии и реаниматологии информацию о нахождении в структурных подразделениях медицинских организаций по профилю анестезиологии и реаниматологии пациентов с внезапными острыми заболеваниями, состояниями, представляющими угрозу жизни больного. Теперь, если говорить конкретно в отдельности о группах, об структурных подразделениях организации, начнем с группы анестезиологии и реанимации для взрослого населения. Она создается в медицинской организации, которая оказывает медицинскую помощь по этому профилю и имеет в своей структуре дневной стационар. На группу анестезиологии и реанимации для взрослого населения возложены следующие функции. Профилактика лечения боли и болезненных ощущений у пациента выбора вида обезболивания в соответствии с соматическим статусом пациента, характером и объемом вмешательства и его неотложностью. Поддержание и искусственное замещение обратимо нарушенных функций жизненно важных органов и систем при состояниях угрожающих жизни пациента. Проведение лечебных и диагностических мероприятий пациентам во время анестезии и реанимации интенсивной терапии. Лабораторный и функциональный мониторинг за адекватностью анестезии и интенсивной терапии. Проведение комплекса мероприятий по восстановлению и поддержанию нарушенных жизненно важных функций организма, возникших вследствие заболеваний, травмы, оперативного вмешательства или других причин. Осуществление комплекса мероприятий в преднаркозной палате по подготовке к анестезии и проведению при операциях, перевязках, родах и иных диагностических или лечебных процедурах. Осуществление наблюдения за состоянием пациента после окончания анестезии в палате пробуждения до восстановления стабилизации жизненно важных систем организма. Оказание помощи в проведении реанимации пациентам в других подразделениях медицинской организации, консультирование врачей других отделений медицинской организации, иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации. Структура группы анестезиологии и реанимации для взрослого населения. Преднаркозная палата, операционный манипуляционный диагностический кабинет и палата пробуждения. Для обеспечения работы одного пациента места в операционном манипуляционном диагностическом кабинете преднаркозной палате и палате пробуждения могут быть территориально и функционально объединены в палату на трех пациентов. Также имеется в структуре кабинет заведующего и врача, кабинет старшей медицинской сестры, помещение хозяйственное для врачей и для медицинских сестер, кабинет сестры-козяйки, санузел, санитарная комната, комната для хранения резервного оборудования, для обработки наркозно-дыхательной аппаратуры, для хранения расходных материалов, лекарственных средств, белья и хозяйственного инвентаря. Рекомендуемые приказом штатные нормативы. Три пациента места преднаркозной палаты, три пациента места палаты пробуждения и два пациента места в операционной. Для работы в динамичном режиме группы необходимы четыре врача, одна старшая медицинская сестра, четыре медицинских сестер-анестезистов, одна сестра-хозяйка, две младшие медицинские сестры по уходу за больными и один санитар. Законодательно, теперь обратите внимание, санитар и младшая медицинская сестра – это две разные специализации. Раньше все было сведено к одной специальности – санитар. Сейчас же санитар занимается уборкой помещения, а младшая медицинская сестра уходна за больными. Отделение анестезиологии и реанимации для взрослого населения. Создается для оказания анестезиологии и реанимационной помощи в плановой, неотложной и экстренной форме, как на уровне дневного режима, так и в круглосуточном темпе работы. Функции отделения анестезиологии и реанимации для взрослого населения такие же, как и у группы. Плюс проведение комплекса противошоковых мероприятий и санитарная обработка пациентов в противошоковой палате. То есть отделение анестезиологии и реанимации имеет противошоковую палату в своей структуре. Отсюда и новые функции у отделения. Смотрите, в структуре имеется еще противошоковая палата. Шестой пункт. Она территориально может быть расположена только в приемном отделении, что, конечно, является оптимальным, когда пациента по линии скорой медицинской помощи, минуя приемное отделение, по тяжести к крайне тяжелому состоянию доставляют именно в противошоковую палату, где находятся сотрудники отделения анестезиологии и реанимации, оказывающими ему свою помощь. Штатные нормативы. Три пациента-места в преднаркозной палате, три пациента-места в палате пробуждения, одно пациента-места в операционной и одно пациент-места в противошоковой палате. Это минимум. На эти пациента-места один врач, полторы медицинских сестра-анестезиста в операционной противошоковой палате и один в преднаркозной палате, палате пробуждения. Одна младшая медицинская сестра по уходу за больными и один санитар. Отделение анестезиологии и реанимации с палатами реанимации интенсивной терапии для взрослого населения создаются в медицинских организациях, которые оказывают медицинскую помощь во всех трех формах и требуют применения анестезии. Функции. Все те же, что мы и рассматривали, у отделения анестезиологии и реанимации, плюс проведение лечебных и гниагностических мероприятий пациентам во время реанимации интенсивной терапии, лабораторный и функциональный мониторинг с адекватностью интенсивной терапии, проведение мероприятий по подтверждению в установленном порядке диагноза смерти головного мозга человека, информирование руководителя медицинской организации, а в случае его отсутствия ответственного дежурного врача об установлении диагноза смерти головного мозга человека в целях решения вопроса о возможности использования органов и ткани умершего для трансплантации с последующим извещением указанными лицами соответствующей медицинской организации, осуществляющей изъятие, хранение и транспортировку органов и ткани человека для трансплантации, а также выполнение мероприятий кондиционирования после установления диагноза смерти головного мозга человека в целях сохранения органов и ткани умершего больного для трансплантации дальнейшей. То есть в структуре этого отделения имеются уже палаты реанимации и интенсивной терапии. Отсюда и появление новых функций, которые возложены на персонал. Перед красной чертой седьмым пунктом плюсом еще в это структурное подразделение палаты реанимации и интенсивной терапии. Здесь также имеется в хозяйственных постройках санитарный пропускник, помещение для временного хранения трупов. Это обязательно. Это то, чего не было в других структурно-функциональных подразделениях. Рекомендуемые штатные нормативы. Три пациента места в преднаркозной палате, три пациента места в палаты пробуждения Или же одно пациента места в операционной Или одно пациента места в противошоковой палате Или шесть реанимационных коек Необходим один у врача Кроме шести реанимационных коек Сейчас два врача Полторы медицинских сестры-анастезисты в операционной реанимации в палате пробуждения противошоковой палате, один в преднаркозной палате, одна младшая медсестра по уходу за больными и один в санитарном. Также в данном приказе есть рекомендуемое распределение рабочего времени врача-анестезиолога для анестезиологических пособий. Проведение анестезии должно занимать 70% рабочего времени, 30% анестезиолог должен отдать консультативной деятельности. Также я прошу заметить, что когда вы работаете по какому-либо одному узкому хирургическому профилю, например, трудоустроены в клинику эстетической медицины и косметологии, необходимо еще знать порядки оказания медицинской помощи по профилю соответствующему хирургическому. В качестве примера приведем данный слайд. Есть приказ о порядке оказания медицинской помощи по профилю пластической хирургии. Он датирован весной 2018 года. Вот там в пункте 10 очень четко сказано, что во время всех оперативных вмешательств по профилю пластической хирургии должно быть обеспечено постоянной присутствие в операционной врача-анестезиолога-аниматолога при любом виде анестезии, чтобы в случае возникновения экстренных ситуаций больному могла быть оказана соответствующая анестезиолога-анимационная помощь. Отделение реанимации интенсивной терапии для взрослого населения следующее структурное подразделение оказывает медицинскую помощь в планово-неотложной и экстренной форме круглосуточно. Функции все те же, что и у предыдущего структурно-функционального подразделения. Кроме того, здесь нутритивно-метаболическая поддержка пациентов прибавляется, оказание консультативной помощи пациента в других подразделениях медицинской организации. Собственно говоря, и все, наверное, что нового. В структуру уходит палата реанимации интенсивной терапии и противошоковая палата. То есть основная функция – это казание реанимационной помощи-помощи в экстренно-неотложной форме в основном. Рекомендуемые штатные нормативы на одно пациента место в противошоковой палате или шесть реанимационных коек необходимы. Один или два врача соответственно. Полторы медицинских сестры-анестезисты на одно пациента место в противошоковой палате, одна медицинская сестра на шесть реанимационных коек, одна младшая медицинская сестра по уходу за больными и один санитар. Центр анестезиологии и реаниматологии для взрослого населения создается в такой медицинской организации, которая имеет в своем составе от двух и более структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь по профилю анестезиологии и реаниматологии. Функции, возложенные на Центр, организация лечебной и консультативной медицинской помощи по профилю анестезиологии и реаниматологии, координация деятельности всех входящих в состав центра подразделений с обеспечением преемственности лечения, оптимизация использования медицинской организации материально-технического оборудования и лекарственных средств, предназначенных для оказания медицинской помощи по профилю анестезиологии и реаниматологии и ранней реабилитационной помощи, анализ деятельности подразделений Центра, определение путей повышения эффективности медицинской помощи по профилю анестезиологии и реаниматологии в медицинской организации, а также иные функции, соответственно, законодательствам Российской Федерации. Правила оказания деятельности дистанционного консультативного центра. Приказа с порядком оказания медицинской помощи больным с устарым нарушением мозгового кровообращения, утвержденным приказом номер 928 от 12 года, в соответствии с требованием пункта 12 порядка оказания медицинской помощи пострадавшим с отчетанными множественными изолированными травмами, сопровождающимися шоком, утвержденного приказом номер 927 от 12 года. Краевая должна быть. Краевая республиканская областная или кружная медицинская организация, которая круглосуточно оказывает скорую медицинскую помощь в стационарных условиях. Центр может организоваться на базе Центра анестезиологии и реаниматологии для взрослого населения. Причем работа центра осуществляется ежедневно в круглосуточном режиме. Функции дистанционного консультативного центра. Оказание методической помощи медицинским организациям в субъектах РФ, участвующим в реализации территориальной программы госгарантии бесплатного оказания граждан медицинской помощи. Участие в консилиуме врачей с применением телемедицинских технологий. Осуществление динамического наблюдения за пациентами с угрожающими жизнесостояниями в региональных медицинских организациях. Обеспечение единообразия подходов вопросов транспортировки и перевода пациентов с угрожающими жизнесостояниями в рамках взаимодействия структурных подразделений региональных медицинских организаций, а также их взаимодействия с Центром. Направление в органы государственной власти, субъекты РФ в сфере охраны здоровья, предложение по вопросам улучшения качества медицинской помощи в экстренной форме, оказываемой пациентам с угрожающими жизнесостояниями. Координация оказания медицинской помощи в экстренной форме пациентам с угрожающими жизнесостояниями в региональных медицинских организациях. Мониторинг и анализ случайных случаев постановки кровообращения, проведение реанимационных мероприятий, смерти мозга в региональных медицинских организациях. А также мониторинг и динамическое наблюдение за состоянием пациентов с угрожающими жизнесостояниями в региональных медицинских организациях. Участие в разборе и анализе клинических и организационных ситуаций, возникающих в процессе оказания медицинской помощи данной категории пациентов. Порядок оказания медицинской помощи детям по профилю анестезиологии и реаниматологии утвержден в 12 ноября 2012 года. Приказ номер 909-Н и редактирован он только в 2013 году, более не видоизменялся. Виды оказания медицинской помощи по профилю анестезиологии и реаниматологии детям, первичная медико-санитарная помощь, скорая, в том числе скорая специализированная и специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, оплеативной помощи, как о виде, здесь пока что не сказано ни слова. Цель медицинской помощи детям по профилю анестезиологии и реаниматологии – профилактика лечения боли, поддержание искусственного замещения обратимо нарушенных функций жизненно важных органов и систем при состояниях угрожающих жизни детей, проведение лечебных и диагностических мероприятий детям во время анестезии и реанимации интенсивной терапии, лабораторный и функциональный мониторинг за адекватность анестезии и интенсивной терапии, наблюдение за состоянием детей в пред- и посленаркозном периоде в определении их продолжительности, лечение заболеваний, вызвавшего развитие критического состояния, отбор детей, подлежащих лечению в подразделении медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь детям, перевод их в отделение по профилю заболеваний или в палату интенсивного наблюдения после стабилизации функций жизненно важных органов, структурное подразделение, группа, отделение анестезиологии и реанимации с преднаркозной палатой, палатой пробуждения, отделение анестезиологии и реанимации с преднаркозной палатой, палатой пробуждения и палатами для реанимации и интенсивной терапии, общей мощностью до 12 коек, отделение анестезиологии и реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии на 6 и более коек, а также центр анестезиологии и реанимации. Группа анестезиологии и реанимации является структурным подразделением медицинской организации Функционирует как в плановой, так и экстренной формой, вне круглосуточного графика То есть это тоже дневной стационар работы Для проведения анестезии детям с первой и второй степенью операционно-анестезиологического риска При состояниях угрожающих жизнь пациента То состояние, которое возникло в результате оказания медицинской помощи В медицинских организациях, имеющих группу в составе одного из профильных отделений Организуется палата для кратковременного интенсивного наблюдения и лечения детей в пределах рабочего времени Функции группы Осуществление мероприятий по подготовке и проведению анестезии детям При операциях, перевязках и диагностических и лечебных манипуляциях Осуществление наблюдения за состоянием ребенка после окончания анестезии До восстановления и стабилизации жизненно важных систем организма Проведение мероприятий по восстановлению и поддержанию нарушенных жизненно важных функций организма Возникших у детей в профильных отделениях медицинской организации А также оказание консультативной помощи врачам медицинской организации По вопросу медицинской помощи детям по профилю анестезиологии и ренематологии Штатные нормативы На 3 пациента места в преднаркозной палате Или 3 пациента места в палате пробуждения Или 2 пациента места в операционной Необходимы 4 врача, 1 старшая медсестра, 4 медсестры-анестезисты, 1 сестру-хозяйку и 1 санитара Необходимо иметь Если мы говорим о деятельности отделения анестезиологии и реанимации Их 3 вида Мы уже перечислили ранее Какие отделения выделяют по мощности коек Функции у отделений одни и те же Существление комплекса мероприятий подготовки к проведению анестезии А также лечению детей с болевым синдромом Определение показаний для лечения детей в отделении Проведение интенсивного наблюдения Интенсивного лечения при угрожающих жизнесостояниях У детей поступающих из структурных подразделений медицинской организации Или доставленных в медицинскую организацию Осуществление рекомендаций по лечению и обследованию детей Переводимых из отделения в отделение по профилю заболеваний Медицинской организации на ближайшие сутки Консультирование врачей-специалистов в отделениях по профилю заболеваний Медицинской организации по вопросам обследования детей В предоперационном периоде и подготовке их к операции и анестезии А также по вопросам лечения пациентов при угрозе развития у них критического состояния А также к функциям отделения относятся к оказанию проведения реанимации детям В профильных подразделениях медицинской организации, то есть по факту вызова В структуру отделения входят палаты реанимации и интенсивной терапии Манипуляционный или процедурный кабинет палата Преднаркозная палата, палата пробуждения Которые можно территориально объединить и экспресс-лаборатория Из хозяйственных помещений кабинет заведующего Помещение для врачей, кабинет старшей медицинской сестры Помещение для медицинских работников со средним медицинским образованием Кабинет сестры-хозяйки Кабинет для хранения и приготовления молочной смеси При наличии в отделении палаты реанимации и интенсивной терапии Помещение для санитарной обработки использованного оборудования Для хранения чистой аппаратуры и оборудования Для хранения чистого белья Для временного хранения грязного белья Туалеты и душевые для медицинских работников А также санитарная комната для хранения санитарного оборудования Моечных средств и инвентаря Рекомендуемые штатные нормативы Три пациента места преднаркозной палаты Три пациента места палаты пробуждения Одно пациента места в операционной Или три пациента места в палате реанимации и интенсивной терапии На каждую категорию, перечисленную мной, положен один врач Две медицинские сестры-анестезисты На одно место в операционной Одна медсестра в противошоковой палате В преднаркозной палате на три пациента места В палате пробуждения на три пациента места В палате реанимации и интенсивной терапии на три пациента места соответственно И один санитар необходим на шесть реанимационных койек Либо на две операционные койки Вот таковы современные штатные нормативы В детских отделениях анестезиологии и реанимации Если мы говорим о центре анестезиологии и реанимации То он включает в себя все отделения анестезиологии и реанимации Медицинской организации При необходимости осуществляет консультативную и эвакуационную помощь Одной или нескольких выездными брикадами Функции центра Оказание экстренной плановой консультативной лечебной помощи детям Нуждающимся в оказании анестезиологии и реанимационной помощи Транспортировка детей, находящихся в критическом состоянии Медицинские организации для оказания специализированной медицинской помощи Координация деятельности входящих в состав ЦАР структурных подразделений С обеспечением преемственности лечения детей Оптимизация использования медицинской организации Материально-технического оборудования и лекарственных средств Предназначенных для анестезиологов и реанимационной помощи Освоение и внедрение в медицинскую практику Современных методов диагностики и лечения детей Нуждающихся в оказании анестезиолога и реанимационной помощи Введение учетной и отчетной документации И представление отчетов о деятельности В Центре анестезиологии и реанимации Структуру ЦАР входят кабинет руководителя, помещение диспетчерской, помещение для отдыха метроработника выездной бригады, помещение для хранения медицинского оборудования, чистого белья, а также санитарный узел и душевая для медицинских работников. В завершении своего выступления хотелось бы сказать, что в настоящее время законопроект принят в силу, опубликован в виде закона, который говорит о том, что мы обязаны предоставлять возможность посещения родителями, иным членам семьи и иных законных представителей пациентов структурного подразделения медицинской организации, оказывающие реанимационные мероприятия в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительного власти. Но утверждение общих требований к организации посещения пациента родственниками и иными членами семьи или законными представителями пациента медицинской организации, в том числе в ее структурных подразделениях, предназначенных для проведения реанимации интенсивной терапии, приказанием медицинской помощи в стационарных условиях. То есть на откуп местных органов здравоохранения передана формулировка общих требований посещения родственников, членов семьи, пациентов. Но нужно знать, что мы не имеем права отказать в предоставлении такой возможности. Мы сейчас в первую очередь ориентируемся на непрерывное медицинское образование и его завершение каждые пять лет в виде периодической аккредитации специалистов, работников здравоохранения. То, что заменит сертификционные экзамены в ближайшее время. Мы, как координаторы, сейчас с вами будем ориентироваться на первичную специализированную аккредитацию, которая пройдет по завершению курса обучения в ординатуру. А потом каждые пять лет вас ждет периодическая аккредитация. Вот слайд демонстрирует, что с 1 января 2021 года полностью образовательный процесс в вузах медицинских встанет на аккредитационные рельсы. Приказ номер 34Н, изданный 20 января 2020 года, утверждает, что периодическая аккредитация будет проходить всего лишь в один тестовый этап. Второго и третьего этапа не будет, как при первичной и первичной специализированной аккредитации. Возможно, вам рано еще эти новости слышат, но все же пока что так. На fmza.ru известный сайт, да, вы можете найти всю самую актуальную информацию. Я думаю, вы, будучи вчерашним студентом, прекрасно понимаете, что база фонда оценочных средств постоянно изменяется. Из года в год актуализируется, терпевает изменения, увеличивается в объеме. Первый, второй, третий этап. Если мы говорим о первичной специализированной аккредитации, все то же, что было у вас в студенчестве, только теперь на новый лад. В качестве будущих специалистов. Пять станций для ОСКИ. Это расширенная сердечно-легочная реанимация, экстренная ситуация в анестезиологии, интенсивной терапии. Предоперационный осмотр пациента, обеспечение проходимости верхних дыхательных путей и катаризация центральной вены. Пока что на сегодняшний момент это только пункт катаризации подключичной вены справа. Аституционные задачи имеют новый формат. Вы с ним в целом уже знакомы. Условия задачи и 12 вопросов с выбором правильного варианта ответа. Портал непрерывного медицинско-фармацевтического образования Минздрава Российской Федерации. Еду.русминздрав.ру Вы на нем зарегистрируетесь. И можете заходить в личный кабинет. Там будет ваша программа создана. Индивидуально, с учетом ваших предпочтений. Но для регистрации необходим сертификат о прошедшей аккредитации. Первичный СНИЛС обязательно запрашивает этот портал. И в дальнейшем вы можете загружать информацию о ваших профессиональных достижениях. В заключении хочется сказать добро пожаловать в профессию. Пусть ваш путь будет легок. У вас, я уверена, все получится.